МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один на один с болью. Женщину, выжившую после аварии, не посещает никто, кроме врачей. Давай, побьем, давай. Ударными темпами почти 100 мешков мусора убрали волонтеры в пойме реки Китой. Еще мы собирали кучу мусора, сумку лифчиков и трусов. И секреты оригинальности. Модные аксессуары ручной работы представили ангарские мастера. С одеждой и аксессуарами хэндмейд можно не бояться потеряться в толпе. К примеру, вот эта сумка сделана из моих старых джинсов. Второй такой точно нет. Информационная программа «Местное время» начинает свою работу в эфире в студии Елены Жерлова. Здравствуйте. Минувшие выходные прошли для ангарчан относительно спокойно, чего не скажешь о вечере пятницы. Около 10 часов вечера в аварии погиб пешеход. Водитель автомобиля «Ниссан Куб» сбил 34-летнего парня. Трагедия произошла напротив магазина «Визит», что в 11-м микрорайоне. Прибыв на место ДТП, сотрудники госавтоинспекции установили, что водитель автомашины «Ниссан Куб», двигаясь по улице Космонавтов, при повороте на Ленинградский проспект, не предоставил преимущества пешеходу, мужчине, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Установлено, что водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, ранее привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение, за непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе. Сейчас по данному факту проводится расследование, после которого будет принято правовое решение. Исковерканная жизнь. 18 июня 27-летний водитель «Тойоты» сбил на пешеходном переходе возле магазина «Радуга» двух человек. Один из них – мужчина, погиб на месте, а его спутница до сих пор находится в БСМП в тяжелом состоянии. За все это время ее судьбой, кроме соседок по палате и журналистов, никто не интересовался. Почему родственники 40-летней Ларисы Суриной до сих пор не объявились в больнице, выясняла Яна Попова. Давай, побьем, Лариса, давай, побьем, давай. Давай, Лариса, давай, бьем. Без слез на 40-летнюю Ларису Сурину смотреть практически невозможно. Из-за тяжелой травмы головы она не может говорить. Совсем недавно начала произносить звуки и выражать эмоции. От невыносимой боли рвет просты, не срывает с себя бинты и обдирает стены у койки. По словам лечащего врача, пациентке может грозить инвалидность. Ларисе уже оказана вся необходимая хирургическая помощь. Сейчас она получает консервативную терапию, лежит в травматологическом отделении. Острый период травмы уже прошел. Можно сказать о том, что она все-таки, наверное, выздоровеет. Но, тем не менее, черепно-мозговая травма – это такой вид травмы, который бесследно не проходит для человека. Поэтому изменения какие-то в личности, наверное, будут у нее. Что же касается скелетной травмы, перелома угольный, там сейчас наложен аппарат внешней фиксации. И сейчас, на сегодняшнем этапе, просто делаются перевязки. То есть ждем, когда этот перелом растется. Но этот процесс достаточно длительный. Может занимать до полугода. Тревогу по поводу того, что искалеченную женщину никто не навещает, забили соседки по палате. Сообщение об этом они выставили в социальную сеть, где пользователи мигом нашли и родственников. Мы начали с ней общаться. Она за нами начала повторять слова. Даже как бы улыбается. Я вот когда ей говорю, что я тебя не понимаю, она надо мной начинает смеяться. У нее есть брат Кирилл. Ему звонили на домашний номер телефона. На что он ответил. То есть сперва взяла трубку жена, позвала его. Он сказал, что он в командировке. То есть звонили вообще на домашний телефон. То есть ему все равно. Мы решили навести справки о близких женщинах и проехались по адресам ее родных. Двери никто не открыл. Оказывается, что в тот роковой день Лариса была с Шурином своего сожителя Николая, Сергеем Хмелевым, который погиб под колесами иномарки. Сам сожитель ушел в запой после этой истории. Родные, брат, сестра и племянники живут в Ангарске, но с Ларисой не общаются. Ее сын и бывший муж также проживают в Ангарске, но никому, по всей видимости, проблемы женщины не интересны. Ну, здесь мужчина живет с ребенком. С мальчиком. Да, с мальчиком. И это пожилая женщина, но мать его, этого мужчины. А семью их не знаете? Нет. 27-летний водитель, который сбежал с места аварии и загубил две жизни, тоже ни разу не появился. Мы попытались связаться с родственниками Ларисы в Ангарске, Тайшете и родной деревне Корсуково. Те, до которых удалось дозвониться, заверили нас, что в беде Ларису не оставят. А пока подгузники и пеленки женщине приносят совсем незнакомые ей люди. А многочисленная родня до сих пор чего-то ждет. Яна Попова, Михаил Терышкин. Местное время. Ангарское управление пенсионного фонда напоминает о необходимости до конца года выбрать способ формирования накопительной части будущей пенсии. Ежемесячно за каждого сотрудника работодатели перечисляют в фонд 22% от его зарплаты. Из них 6% идет на так называемую солидарную часть пенсии. Как распорядиться оставшимся 16% предстоит решить самостоятельно. Для лиц до 67-го года рождения полностью все 16% тарифа зачисляется на страховую часть пенсии. Для лиц с 67-го года рождения и моложе эти 16% разбиваются, 10% платятся на страховую часть пенсии. А вот оставшиеся 6% они пока на накопительную часть пенсии. Для выбора способа формирования пенсии нужно написать заявление в управлении фонда в Ангарске по адресу 49-й квартал, дом 20-я. На территории Ангарского городского округа начал действовать второй мультиплекс. Пакет из 10 бесплатных цифровых каналов накануне презентовали в ангарском цехе радиовещания и радиосвязи, что в 84-м квартале. Введение второго мультиплекса – это очередной этап федеральной программы по развитию телерадиовещания в России. По вопросам настройки телевизора можно обращаться по телефону в Иркутске 39 52 34 40 58. Теперь ангарчане и жители района могут смотреть 20 каналов в цифровом качестве и плюс 3 канала радиовещания. Телевизор должен иметь тюнер стандарта DVB-T2, либо использовать для старых телевизоров приставку специальную. Хочется пожелать руководству РТРС устойчивого приема и в дождь, и в грозу, что у нас бывает, к сожалению, перебои такие. Изменения коснутся тех, кто смотрит эфирное телевидение. Для абонентов телесистемы «Астра», входящей в группу «Стрела Телеком», порядок расположения каналов останется прежним. Телеканал «Актиз» также находится на привычной зрителям 11-й позиции. Люди с неограниченными возможностями и расширенными потребностями. Сегодня утром после заседания рабочей группы по вопросам создания Координационного совета по проблемам инвалидов, который проходил в администрации города, участники Ассоциации спортсменов-инвалидов «Импульс» совершили очередной марш-бросок на колясках до Иркутска. В планах проехать 104 километра туда и обратно. Основная цель привлечения инвалидов-колясочников, у которых и другие маломобильные Европы – пожалуйста, туризм. Подобный заезд входит в учебно-тренировочный комплекс Ассоциации. По счету он уже второй. Первый был длиной 50 километров до Сватеевки и обратно. Следующий уже намного серьезнее – 500 километров. Путь будет лежать, предположительно, до Абакана. Где самое грязное место в городе? Ответ очевиден. Там, где постоянно мусорят и почти никогда не убирают, то есть на берегу реки Китой. Именно здесь ангарские волонтеры воскресным вечером организовали субботник. Активистам из сообщества ЭК «Ангарск» на помощь пришли коллеги из организации «Ангарские мамы» и семьи детям. Мусор энтузиасты собирали не совсем обычным способом. Все подробности в сюжете далее. Пластик в один мешок, стекло в другой. Теперь ангарские волонтеры только так собирают мусор. Предприятия, принимающие бытовые отходы на переработку, разные. Чтобы не затягивать процесс, сортируют на месте. Одно из самых грязных мест в Ангарске – это прибрежная линия реки Китой. Мусора здесь настолько много, потому что пляж дикий и никакой инфраструктуры, в том числе и мусорных баков, здесь нет. По статистике, например, в Европе на утилизацию отправляется 80% всех отходов. Для сравнения, в России это всего лишь 3-5%. Экологи считают, что именно такой раздельный сбор мусора поможет повысить эту цифру. Хотя, по моему мнению, проще после отдыха забирать весь мусор с собой. Субботник – старое, как мир, и несмотря на непростой труд, любимое многими горожанами мероприятие. В руках мешок и грабля, а настроение – на высоте. Потому что вокруг друзья играет веселая музыка в перерывах игры. Народу много, как всегда. Это наши экологические активисты, которые постоянно участвуют в наших мероприятиях, не только в субботниках. Это люди, которые увидели наш призыв по телевизору, на телекомпании «Актис», прочитали нас в интернете, в газетах. Пришли также представители фонда «Семь и детям». Берег реки Китой инициативная группа «Эко-Ангарск» убирает впервые. Хорошо, что помощников собралось почти 50 человек. Запланировали убрать 3 километра по береговой линии. Местные отдыхающие такую идею оценили и приносили отходы прямо волонтерам. Весьма грязно, я бы сказал. Надо приучать людей к экологии и к чистоте. Целые делегации пришли на субботник участники клуба «Ангарские мамы». Ребятишки включились в борьбу за чистоту с большой охотой. Ведь убираться таким образом им приходится не впервой. Мы сегодня пришли со своими семьями, со своими детьми. Взяли детей со двора, с которыми дружат наши дети. И собственным примером решили, как бы вот... Ну, мы всегда так делаем, каждый год. Запчасти от машины «Девятки» или от мопеда. Еще мы собирали кучу мусора, сумку лифчиков и трусов. Еще всякие, ну, отходы, ну, всякие бутылки. Со старшей дочерью в июне ездили на акцию «Чистые берега Байкала». И пять дней мы тоже убирались на острове Ольхоне. И мы решили пойти дальше, мы решили организовать экологическое телевидение. Ну, мы его так громко назвали. Ну, а на самом деле мы снимаем ролики на экологические темы. То есть первый наш ролик называется «Откуда берется мусор?» Дети выступают в роли журналистов. Субботник совпал с праздником Днем ВМФ. К сожалению, не обошлось без выпивших и агрессивных ангарчан, которые вместо благодарности еще успели и нагрубить, и кулаками помахать. Но и на таких хулиганов всегда найдется управа. Давай убивайте, б***ь, детей не материтесь, и идите отсюда в сторону. И сам уйдите, и хуй сюда в сторону. За три часа субботника волонтерам удалось собрать 96 мешков мусора. Теперь сотрудники администрации вывезут все это на полигон. На следующую уборку волонтеры ждут еще больше народу, в том числе и маленьких ребят. Ведь любовь к природе и ко всему живому нужно прививать с ранних лет. Яна Попова, Михаил Тырышкин. Местное время. Галстуки с портретом президента, этнические браслеты и картины из чешского стекла. А в минувшую субботу, 25 июля, в парке ДК «Нефтехимик» проходила традиционная выставка-ярмарка «Ангарский Арбат». О новинках «Хендмейд индустрии» или «Что сейчас в моде» расскажет Евгения Шильникова. «Ангарский Арбат» уже стал своеобразной визитной карточкой нашего города. Идею представлять товары народного творчества переняли и иркутяне. Обмен опытом и готовыми изделиями происходит регулярно. В эту субботу, 25 июля, свои работы в парке ДК «Нефтехимик» выставили десятки мастеров и мастериц. Сейчас у меня увлечение больше этническим, чем-то таким, вот, индейским. Вот это вот по мотивам индейцев и чоли, мексиканских. Иногда просто ходят все, ну, как в музей, как посмотреть. А вот купить по-разному. Бывает и покупают, а бывает и наоборот. Никто не покупает. На заказ? Нет. На заказ было. Бывает. К удовольствию рукодельниц, украшения и другие аксессуары ручной работы в последнее время стали очень популярны. С одеждой и аксессуарами «Хендмейд» можно не бояться потеряться в толпе. К примеру, вот эта сумка сделана из моих старых джинсов. Второй такой точно нет. Разнообразные сумочки, сережки, браслеты, брелоки, галстуки и другие аксессуары. Ангарский Арбат уже стал законодателем моды на изделиях «Хендмейд». Мы специально шли с ребенком на Арбат, потому что мне очень нравится, потому что здесь настолько люди творческой профессии, настолько вот все здорово, поэтому специально шли приобрести что-то. И вот сейчас вот я хочу вот это приобрести. Потому что я сама делаю картины, картины из шерсти. Я знаю, что это очень кропотливо, это очень как бы долго. Почерпнуть идеи, как украсить свой дом, сделать интерьер особенным и стильным – все это можно узнать здесь, на Арбате. Впечатляют предметы быта из бересты, картона, пластика, бутылок и даже из битого стекла. Это черткое стекло наносится на фотографию, на выбранную любую фотографию. Также можно сделать, допустим, свою фотографию можно сделать. Можно сделать любую картину, какую вы пожелаете, собственно говоря. То есть, значит, брать хорошую качество фотографию и на нее наносится вот таким слоем бисер. Это черткое стекло, это не бисер, это черткое стекло. Большинство умельцев начинают творить дома в свободное от работы время. А затем творчество настолько затягивает, что становится образом жизни. Арбат дает возможность каждому ангарчанину не просто посмотреть на уникальные работы земляков, но и оставить частичку искусства себе. Евгения Шильникова, Михаил Трышкин. Местное время. Во вторник, 28 июля, в детском лагере «Казачье войско» состоится день открытых дверей. В 11 утра в часовне при лагере состоится служба, затем обряд крещения. А в 16 часов всех желающих приглашают на парад техники и показательные выступления казаков и служащих ангарских и иркутских спецподразделений. Далее в программе погоды, гороскоп и обзор происшествий за неделю. А наша часть выпуска завершена. Всего вам доброго. Продолжение следует...